Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. С начала года в Минске на пожары ИЧС спасатели выезжали более 1600 раз. На пожарах погибли 5 человек. 26 граждан, из которых один ребенок, пострадали. Более 600 человек были спасены и эвакуированы работниками МЧС из опасных зон. А сейчас подробнее о наиболее значимых происшествиях в минувшей неделе. Минск чрезвычайный. Оставленное на включенной плите варенье чуть не привело к трагедии в понедельник. Информация о дыме из квартиры по улице Шишкина поступила от жильцов подъезда в 12-м часу ночи. Выяснилось, что загорелась пища на электроплите. Хозяйка готовила варенье. Работники МЧС спасли 83-летнюю женщину. Пенсионерка находилась на диване в жилой комнате. Была в сознании, но самостоятельно встать не могла. Прибывшая бригада медиков осмотрела женщину. К счастью, она не пострадала. Помните, оставление без присмотра, включенной электрической или газовой плиты, равно как и готовящейся на ней пищи, может привести к трагедии. В среду вечером столичные спасатели пришли на помощь 76-летнему инвалиду. Мужчина, страдающий болезнью Паркинсона, вопреки уговорам близких, накануне отправился гулять в лесопарковую зону в районе улицы Курчатова. Во время прогулки он оступился и упал во враг, где пролежал сутки, пока его не обнаружили. Работники МЧС передали мужчину бригаде скорой помощи для госпитализации. В минувший четверг около 6 часов вечера по номеру 101 позвонила женщина. Она сообщила, что ее годовалый сын засунул палец в пластмассовую игрушку. Сложность ситуации заключалась в том, что к моменту приезда работников МЧС терпение малыша уже иссякло. У него началась настоящая истерика. Ценой неимоверных усилий родителей и спасателей операцию по извлечению пальца удалось закончить благополучно. Спасатели предложили родителям приложить к опухшему пальцу что-нибудь холодное и обратиться к медикам. Минск чрезвычайный. Трагически мог бы закончиться пожар на улице Шабаны в пятницу, если бы не бдительные соседи и оперативно прибывшие спасатели. В результате случившегося около полуночи пожара повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. К пожару привело неосторожное обращение с огнем при курении хозяйкой квартиры и ее гостям. Известно, что спасенные накануне употребляли спиртные напитки и курили. В воскресенье рано утром загорелось имущество в кухне однокомнатной квартиры по улице Якубова. Предположительно, случилось это из-за короткого замыкания электропроводки. В результате пожара пострадал 27-летний хозяин. Спасатели прибыли оперативно, но очевидно, что пожар был обнаружен слишком поздно. Квартира изрядно выгорела. Поднее обнаружение было вызвано тем, что пожар случился около пяти утра, когда все еще спали. МЧС напоминает, ни в коем случае не следует оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы. Возгорание на раннем этапе поможет обнаружить автономный пожарный извещатель. Этот прибор громким звуковым сигналом сообщит о появлении задымления и поможет предотвратить беду. Следите за его исправностью, своевременно заменяя элемент питания в случае его разрядки. Также в этот день спасатели пришли на помощь ребенку, который застрял головой между прутьев в заборе детского сада. Инцидент случился около 7 часов вечера во дворе на проспекте Пушкина. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента трехлетнюю девочку вытащили из железного плена. Она не пострадала. Примечательно, что мама, находившаяся рядом, не смогла объяснить, почему дочь полезла между прутьев. В связи с этим хочу обратиться к родителям с просьбой внимательнее следить за своими малолетними детьми и не оставлять их без присмотра. Минск чрезвычайный. Третье за месяц возгорание произошло в воскресенье в квартире на улице Одинцова, откуда в очередной раз спасли жильцов. Сообщение о задымлении поступило от соседей в начале первоночи. В жилой комнате на первом этаже загорелся матрас. Работники МЧС потушили пожар и спасли семью. Пострадавшие, как и все предыдущие разы, находились в состоянии алкогольного опьянения. К пожару, вероятнее всего, снова привела неосторожность при курении хозяином квартиры. Задумаются ли, наконец, жильцы этих сгоревших апартаментов. В следующий раз может произойти непоправимое. МЧС призывает, будьте бдительны к вопросам собственной безопасности. Не злоупотребляйте спиртным и не курите в состоянии алкогольного опьянения. На сегодня это все. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный.